всем привет сегодня у нас будет видео о стерилизации аж 4 собак идем мы сейчас с белочкой а начнем с стерилизации дина и сию так наступило утро нового дня на сегодня у нас запланированы две стерилизации в динаме и у сью вот я думаю что все пройдет штатном режиме никаких неожиданностей быть не должно пошли пойдем еще хорошая новость о том что утины появился потенциальный хозяин но он заберет ее примерно через неделю пока что она будет у нас так а сколько ей по моему два или два с половиной года такого тогда хорошо так тут мне нравится тут мне нравится отлично у нас любые пудовые сердце вверх не докачивает так она тут самая дальняя точка задней конечно же из пульса понимаешь докачивается что там сердце делает нормально его хочу просто хорошо шлейку когда сниму только часа шлейку сниму нужно тем не менее мы никуда не спешим поэтому сейчас делаем у хочет для сердца я для нас с ней минимализирую просто дали люди потому что не было сложно ухаживать за всеми собаками я просто это для меня важно до собаки приюта побывают они могут быть носителями чего-то ну она жила в частном дворе в принципе вряд ли что-то можно было подхватить не сильно любит на руках страшно на весу поэтому всегда так 10 минут хорошо хорошо окажем языка свою овощи и все языка сумму бы хоть я бы розовенькая собачка очень хорошо сейчас делаю первый угольчик для наркоза ну просто добавишь всегда он уху я берешь никогда начинаю с самого-самого меню тогда извините маленький культура и переноску посильню ты борешься пока еще сопротивляется водочкам тоже наркоз один салатики модуль в тортике вот сбивнями хорошо делал лишний раз их не трогай так в принципе мыши забираю хорошо очень это к 12 вы приходите до меня 12 все хорошо заберем идем со сьюшкой теперь на операцию заберу дину я надеюсь что там все хорошо поэтому особо не переживаю пойдем пойдем сьюшка надо понюхать смотреть топ-топ-топ мы немножко видите подстригли чуть-чуть когда она к нам попала она так была где-то длиннее где-то короче так то она красивее выглядит конечно сушка упирается не хочет идти пойдем и не нравится давай 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 проходи заходи пошли так тогда сейчас я сделаю почек ага хорошо да это не то это не то ты тоже нам с тобой было вместе поспокойнее как операция прошла вообще в штатном режиме сейчас покажу все хорошо подруга встреча внутри тоже все у нее хорошо без вопросов все прошло в штатном режиме не не настороженно нишу папа публика все классно сьюшка все хорошо скажите у вас есть свой личный рейтинг прививок там какая лучше какая хуже так для интереса корректный вопрос я сам себе задаю уже много лет нет вот я вообще такое впечатление что все с одной бочки разная контроль разливается на полность вакцин немножко имеет значение в ангарде для собаку коронавирус несколько 5 7 там 8 да 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 вот в этом плане можно сюда сейчас есть возможность отслеживать вакцины по тестам на бешенство люди и сбор не обязаны титры до титры и у меня отслеживается такая тенденция что самая высокая титры самая дешевая вакцина вот такой вот такой для себя отследили все интересно вот но в общем то все вакцины работают еще момент другого условия хранения это важно это крайне важно то есть то что пишут например у кого-то на набивак какие-то вечные проблемы то это возможно из-за условий хранения условия хранения или же возможно консервант который в вакцине собака не так переносит не так как другая ну это крайне-крайне резко бывает то есть вы бы любую в принципе ставились там вообще без разницы и вся есть у нас люди начитываются это понятно бреда и вот меня только такую но это понятно вы понимали ветераном доктору предусмотрен там уголовную ответственность за вакцину это если что это если что это если носил вакцину в кармане месяц а вот если что к сожалению понятия и люди не все прививают и люди вот немножко не дают отчет тому что достаточно серьезный момент и когда заболевает собака тем же предложил липтоспирозом это мы же быстренько улетела до за нестойку как мы уходим хорошо ним в 2 часам да да прошу там не путем без непонятно ну вот такой может быть и тогда я понимаю через полтора часа мы с вами встречаемся все не волнуйся да не волнуйся такой вот хороший доктор а это я заберу домой оставлю ее там и там никто не пристает она никому не пристает поэтому я не волнуйся за это вот котик мучает кота мучает но лечит наличие вышли с мопой за сьюшкой пойдем сейчас забирать его собираться она такая боегузка оказывается из квартиры выйти именно вот у нее большая проблема выйти с квартиры сесть лифт проехать в лифте крест она сама не идет ли нужно заносить на руках лифте она сидит прижимается в коридоре перед лифтом она сидит трусится зато как выйдет на улицу он ходит по кустам бегает радуется она классная мне нравится она очень добрая очень к человеку ласковая это постоянно лезет и на гладится нужно и спала сегодня рядом голова на подушке в общем я надеюсь что все хорошо усюшки и мы сейчас я заберем мопе сделаем прививку от бешенства очередная проблема подняться по лестнице куда-то пойдем 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 давай 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 молодец давайте такая умничка такую умничку хорошенькую тоже мопсик маленький бублик наша толстенькая мопа бешенную прививку это сделать и на все только только его да я вам скажу эта собачка гораздо старше насколько гораздо то есть ей по вашему за за пять лет зубчик один телепал с его выпил удалил удалил я понял ну судя по зубам и так определили что они не старше не старая но видимо хорошо сохранились как она не старая но я дарясь там даже был как она переносила наркоза я понимаю даже вот это этим был делкам назначение один раз день 35 дней обе одинаково как она вообще понял не рожала на хотя бы тонко не видно там как пиометра а если какой не слышал гидрометра это предшествующий этап потом во время течки это может может быть от стресса или от того что она голодная как вы думаете или под поддержать пока не знаете что давайте мы не будем давайте не будем нет а надо было искать вообще я не находил как у нее сама щупка не до игры вы все нормально если бы вот не сказали про температуру я бы и не сказал что давайте давайте бывает собаки приходят верю 42 выходим на улицу аптека хорошо хорошо все хорошо это поставлю она может перенервничать не ходит вот это вот хорошо все что ты нервничаешь на полке сейчас сниму без действия не убежишь надеюсь ты в туалет тут не сходишь посидим немножко он улице жарко мне кажется может из-за этого тоже как-то дает ей а ты грустишь к ничего себе а ты оказывается не два года не 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 лежи 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 не надо ходить никуда стой 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 куда ты собираешься все мопом и вакцинировали от бешенства чеки за 2 стерилизации по 2000 гривен и 150 гривен вакцинации вот сегодня я платил все собираемся идем домой новый день новый поход ветеринарку это белка мы купили еще раз шлейку синенькую вроде красиво мне нравится вот значит повод для похода ветеринарку такой что лично мне кажется что у нее на петле что-то вроде ну так скажем не опухоль что ли такое уплотнение назовем это так милашка дать только покушали чуть-чуть сегодня вчера вообще не ели такие тряпочки лежали или воду но не ели лет пять сейчас я переверну нет мне кажется вообще никак не беспокоит просто это меня наверно больше нет это я записал только мне надо всех обследовать сразу шутку значит с ними делать если надо что делать поэтому осматриваем со всех сторон когда будет наркозе тогда напомните пусть понял туда я попозже приду с другими на уколы с этой что с деньгами и на день николаевич глянет время стерилизации это будет совсем скоро а сейчас мы наверное зайдем зоомагазин купим от листов зашел зоомагазин с ней взял по три таблетки мелпрозон да блин фокусируется ли я могу понять в общем взял по три таблетки мелпрозона для до пяти килограмм и три после пяти килограмм пока хватит я думаю итак продолжаем сегодняшний день ветеринарный теперь идем с девчонками колодца по назначению врача к сожалению там сегодня женщина надеюсь больно она им не сделает а и 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 На проспекте Победы, и нам, конечно, сюда самое лучшее. Обычно возмущаются. Наверное, нет силы. Поставили девочек самостоятельно на травку, потому что они, во-первых, в поконах, и им неудобно даже убегать, если бы они хотели. И, во-вторых, они медленные после операции, им тоже не очень удобно бегать после операции. Поэтому выгуливаются сами на маленьком таком участке травки. Так, завтра тоже хорошо. Продолжаем эту ветеринарку с белкой. Это видео мы снимаем уже после того, как мы стерилизовали Дину и Сью. Вот, сейчас стерилизуем белку, потом ее забираем и стерилизуем мопу сразу, сегодня же, через пару часов. Так, зайка. Боюсь, говорит. Боится, да. Она только что корову увидела. Слушайте, там надо взять видеокамеру и снимать, как собаки, и у нее проходят. Это да. Только что чуть не съели корову. Окей. Вот, я сейчас сделаю лукольчик. Посидите просто. Да, да. А сколько по-вашему? Ну, я-то понимаю, что зубы... Ну, зубами бай. Где-то, думаю, лет семь. Ну, опять же, опять же. Это образ жизни. Да, да. Содержание. Это генетика. Я думаю, мы тут можем... Будем считать, что пять. Окей. Когда я перерывал кошку. Проперерывал кошку. Барыш, я теперь через два года приходит. Помнишь, что кошку перерывал? Да. Конечно, помню, там, когда служба была операция. Умерла. Мне, досадно. Я, говорю, под выключение пришла. Я побоялась, говорит, что ты не станешь их перерывать. И сбрахала, что ей тринадцать лет. И было восемнадцать. Ничего себе. Прожила столько щек. Собовода прожила, и заслуженная смерть во сне. А вы бы не оперировали? Оперировал. Оперировал. Ну, ситуация, как правило, следующая у нас складывается. Так было, ну и господин, она была срочно оперирована. Ничего не делая, мы обрекаем. Просто обрекаем. Шанс есть. И его успешность будет. Отлично. У меня была собака. У меня была собака. Мужик. Он мне сразу показался каким-то таким, чуть-чуть не особенным. Ладно, чтобы вы понимали уровень бизнеса. Гостинка стоила в киви, три штуки. Я думаю, что мое светлое будущее на пенсии будет. Это так выглядит. Хорошо, спасибо. Идем забирать белку, а МОПу отдаем. Я хочу тебе что показать. Будет что-то у тебя есть. Так, ну я тебя понял. Сейчас я тебе подкорю для сердечка, будто ты расхехалась. Так, ну-ка покажи мне свое пузо. Пузо. Нормальное пузо. 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 Потом попозже пойдем еще за мопой. А, и то, что врач сказал, да, мне тоже было интересно. Я заметил, что он вколол дозу ей и мопе, ну, можно сказать, одинаково. Только это сопротивлялось, а мопа сразу уснула. Так что даже несмотря на то, что мопа в два раза тяжелее, наркоз вообще по-разному действует на собаку. Оставили нашу белочку дома. Она уже ходит, потихоньку пьет водичку, лежит в основном. Ну, чувствует себя хорошо. Идем сейчас за мопой. Я думаю, что операция также хорошо прошла. Заберем домой и будем за ними ухаживать. Я думаю, что предстоит еще пару дней уколов походить, как и наших пекинесиков делали. Ну, и в принципе, будем искать дальше хорошие ручки. Привет. Круппорошень. И разница в том, что антибиотик той 05, это и 07. А, вот это один. Все, сядем, на зачем вы приходите. Выглядит неплохо. Я думаю, что с ней все отлично. Да, малышка? Как ты? Как ты? Хорошо. Ты меня узнаешь? Сколько пальцев? Маленькая. Сейчас заберем тебя домой, подружки. И так, по поводу чека. Чек вышел на 3 тысячи. Быстренько объясню, за что. Это одним чеком 2 стерилизации сделали. 2 тысячи, потому что договорился со скидкой, будет половину стоимости. То есть по тысяче за каждую собаку. И тысяча чистка зубов. Получилось на белку. Итого, 3 тысячи гривен за сегодня с двух собачек. Эти наши, наша парочка. Мы их вчера стерилизовали. Вчера, конечно, белочка поднывала целый вечер. Ну, сегодня уже все лучше. Они поели обе. Сегодня пойдем делать еще и муклы вечером. А так, пока сидят, отдыхают. Двигаются мало после операции. 4 стерилизованные собаки в кадре. А ну иди сюда. Вот так. Дорогие друзья, под конец данного видео, хочу напомнить вам о том, что сейчас на канале проходит сбор на открытие будущего мини-приюта для собак. Проще говоря, на покупку дома для собак. Перейдя вверху справа на подсказку, вы попадете на видео, где я в полной мере раскрываю эту тему. Если вы желаете помочь нам в нашем общем деле, реквизиты на сбор находятся в описании. Огромное спасибо за поддержку и активность на канале. Это уже большая помощь для нас и тех, кто ищет дом. Всем пока и до новых видео.